И снова доброе утро! С вами вновь Валерий Седов, и сейчас я расскажу вам самые хорошие и позитивные новости, которые произошли в Рязани на этой короткой неделе. И хоть стартовала она со вторника, менее позитивной и доброй она от этого не стала. Лето. Прекрасная пора. Конечно, жаль, что началось оно с дождей и холода. А многие люди купались только один раз, да и тот 19 января. Но сейчас вода чуть-чуть теплая. Хотя, откуда мне знать, сам я еще не искупался. А пока мы сожалеем об упущенном лете, дети в оздоровительных лагерях уже во все отдыхают. А чтобы за лето знание не вывотрелось из их голов, в гости к ним приехали сотрудники госавтоинспекции. И вместо скучных лекций знаниям преподавались в форме игры. Лесная, веселая, здоровная, победим! Любого раз и готово! Проехать на самокате, не сбив ни одной фишки, и передвигаться, пристегивая ремни безопасности. Сотрудники ГИБДД проверили, насколько хорошо дети знают правила дорожного движения. Они подготовили и провели для отдыхающих детского оздоровительного лагеря «Звездный» игру по станциям. На данной точке мы, значит, отвечаем на вопросы, отвечаем правильно, получаем фишки. Вы правила знаете все. Итак, поехали. Тихо ехать нас обяжут, повороты вблизи покажут. И напомнят, что и как, вам в пути. Правильно, кто сказал первый? Для проведения мероприятия лагерь был выбран не случайно, ведь здесь отдыхают наиболее уязвимые участники дорожного движения. Если крохи обычно переходят дорогу вместе с родителями, а молодежь уже уверена в своих силах, то дети в возрасте от 8 до 11 лет еще не успели получить устойчивые навыки для безопасного поведения на дороге. Однако знания ребят приятно удивили сотрудников ДПС. Я выяснила, какие знаки дорожные появились, ну, новые есть. Я узнала, как надо себя вести на дороге, вот, как нужно правильно ездить на самокате. Я вспомнил все дорожные знаки, я, то есть, их уже знал, а сейчас мне и напомнили. Мне кажется, такие вот в лагерях мероприятия, они помогают напомнить, что вот такие правила есть, чтобы придерживаться на летних каникулах. Сами станции мне очень понравились, а из что-то нового я узнала про правила регулирования и новые дорожные знаки. Такой формат общения с детьми инспекторы ДПС используют впервые. Он оказался полезен не только участникам, но и организаторам. Дело в том, что готовить станции и каверзные вопросы сотрудникам ГАИ помогали слушатели университета МВД, которые сами скоро встанут на стражу порядка. Совместная работа быстро принесла плоды. Шумные активные дети легко усваивают новое и вспоминают забытое. С детьми работа довольно интересная, потому что они довольно активные, постоянно, ну, болеют за своих товарищей очень сильно. Они очень активные, пытаются ответить бурно на все вопросы и много кто тянет руку. Неожиданные вопросы можно от них услышать. Ну, дети есть дети, как бы они всегда непредсказуемые. Ну, в целом, допустим, по сегодняшнему дню могу сказать, что дети на все вопросы очень хорошо отвечали, достаточно осведомлены в теме безопасности дорожного движения. Эта игра по станциям лишь первая ласточка, которая открыла летний сезон. Совсем скоро подобные мероприятия пройдут и в других лагерях Рязанской области. Чтобы польза от общения с инспекторами ДПС сохранилась надолго, все дети получили в подарок световозвращающие элементы. А как их использовать, подростки уже знают. Но не все дети поехали отдыхать в летние лагеря. Многие из них остались в городе, и вместо отдыха они предпочитают ходить на тренировки. Тут уже не покричишь, что за балет, играй жестче, потому что следующая новость как раз про эту секцию. Там детей ожидал сюрприз. К ним с мастер-классом приехал сам Алексей Кремнев, директор балетной студии AEA Ballot. И он преподал свой мастер-класс для людей всех возрастов и уровня подготовки. Алексей Кремнев, русский по рождению, вот уже 20 лет живет и работает в Америке. Еще ребенком он начал заниматься фигурным катанием, однако его родители решили, что балет – искусство более перспективное. Карьеру танцора Алексей начал в Академии балета Большого театра Московской государственной академии хореографии. За свою профессиональную деятельность ему довелось поработать со многими балетными коллективами России и Европы. Алексей Кремнев является лауреатом премии Леонида Массина международного конкурса имени Нуреева и международного конкурса артистов балета «Лефар». На сегодняшний день Алексей возглавляет балетную студию в Чикаго. Сам он говорит, что танец – это его жизнь. Иногда спрашивают, а какое у тебя хобби? Принятие в моем смысле – это очень достаточно сожалительный момент, но я не могу сказать, что у меня есть хобби, потому что танец забирает настолько много времени, что это и твоя работа, и твое хобби, и все вместе. И я считаю, что это может быть и прелесть нашей профессии, потому что у тебя не хватает времени на что-то другое. И ты достаточно сфокусированная, и, естественно, отдаешь этому всю свою жизнь. Гости подобного уровня для нашего города – большая редкость и удача. Ведь далеко не у всех танцоров есть возможность выезжать на мастер-классы в другие города, а тем более страны. По сути, приезд Алексея Кремнева в наш город организовала директор одной из танцевальных студий Рязани – Анастасия Сафонова. Так что именно ее стоит благодарить за такую уникальную возможность. Изначально я ездила в Америку по образовательному проекту, по бизнес-образованию, и проходила стажировку как раз в балетной школе у Алексея Кремнева. Это уже получается ответный визит. Тоже по этому же проекту мы смогли выиграть с Алексеем визиты его в Россию. Алексей согласился провести два мастер-класса на базе Дворца детского творчества. Первый для детей 8-12 лет. На нем собралось несколько десятков начинающих танцоров. В основном девочки занимаются современным эстрадным танцем и направлением модерн. Но сегодня им предстоит познакомиться с техникой классического балета. И два, три, четыре. Новые впечатления. Что-то новое для себя открыть. Новые движения. Это правда интересное. Второй мастер-класс был организован для профессиональных танцоров и педагогов, которых интересовала не только техника, но и методика преподавания. В любом случае, каждый, будь то новичок или уже профессионал, смог вынести для себя что-то важное и ценное. Может быть, для кого-то это будет открытие, может быть, какая-то помощь по движению вперед. И кто-то из них, может быть, будет брать больше классов или посвятить свою жизнь, допустим, изучению балету и танца, предположив в более профессиональной форме или на профессиональном уровне. Поэтому задача – это обогащение в плане того, чтобы дать что-то новое, что-то интересное каждому человеку, который придет на мастер-класс. Для Алексея подобные мастер-классы – также неоценимый опыт. Опыт общения, преподавания, изучения эмоций и реакций студентов. Кроме того, в список профессиональных поездок Алексея Кремнева добавился еще один город. По словам самого танцора, небольшой, но очаровательный и весьма интересный с исторической точки зрения. Если вы увидите на улице бледного человека, который пьет сок и ест печеньку, знайте, сегодня он спас чью-то жизнь. Правда, я не уверен, что формула работает всегда. Из-за нашего солнца бледные сейчас все, да и сок с печенькой – это и правда вкусно. Но в такие дни, как 13 и 14 июня, формула работает на все 100%. Да, в такие дни героем может стать каждый день донора Рязань. Так что, кто знает, может быть в августе с печеньем и соком будете идти вы. 14 июня в Рязани завершилась акция «Река жизни». В этом году в ней приняли участие более 130 человек. Удалось собрать около 60 литров крови. Этих ресурсов хватит, чтобы помочь почти 200 людям, участвующим в операциях или для остановки кровотечения. Однако сначала ее нужно подготовить. Отделяется жидкая часть крови, плазмы и форменные элементы. Если нужно из этой дозы крови готовиться, значит, свежезамороженная плазма, концентратор тромбоцитов и эритроцитная масса. Стать донором может каждый. Для этого необходимо заранее позвонить на станцию переливания крови и записаться на обследование. Врачи проверят, есть ли у вас тяжелые хронические заболевания. К ним относятся ВИЧ, гепатит B и С, сифилис. Также нужно иметь хорошее здоровье. Если вы болеете гриппом, ОРЗ, принимаете лекарства или антибиотики, то сдать кровь можно только через месяц. Елена Волохова мечтала стать донором с 17 лет, но столкнулась с еще одним нюансом. Донор должен весить не меньше 50 килограмм. Я, наверное, набирала с 47 до 55. Вот я набрала. Мне было сложно набирать, потому что у меня достаточно активный образ жизни. Я танцую, также веду много мероприятий. И вот в зависимости от этого мне было очень тяжело набрать вес. Теперь будешь сбрасывать? Нет, я теперь не буду сбрасывать, потому что хочу дальше продолжать тоже сдавать кровь. И в этом весе я себя хорошо чувствую, комфортно. У Елены Волоховой первая отрицательная группа крови. Она универсальный донор, то есть ее кровь можно переливать любому человеку. Однако это только в теории. На практике кровь донора и пациента должна совпадать на 99%. Кроме группы крови АБ0 и резусфактора еще определяется очень много антигенов и ретроцитов. В последнее время по приказу мы где-то исследуем 10 антигенов и ретроцитов. То есть это полностью такой паспорт получается. Чем больше людей сдадут кровь, тем больше вероятность точного совпадения, а значит удачного исхода операции. Также ходят слухи, что кровь нужно сдавать литрами. На самом деле за одну процедуру придется расстаться всего с 450 миллилитрами. А повторить донацию можно лишь через 60 дней. Сегодня благодаря активистам областной станции переливания крови удается обслуживать все больницы города и области. Переноса операции из-за поиска подходящего донора не было уже больше пяти лет. Приходите, сдавайте кровь, не бойтесь. Это безопасно. Будьте в тренде. Если солнце нам не светит, то мы можем и сами. С каждым днем город расцветает и окрашивает мир в свои летние цвета. За эту неделю рязанские службы посадили 32 тысячи цветов. 32! Это же страшно представить, как разгулялась бы цветочная воровка, если бы ее не поймали. Но теперь прохожие саженцам не страшны. По крайней мере в таком масштабе. Но не все вокруг стараются украсть чужую красоту. Кто-то, наоборот, создает ее. Сейчас гости города и коренные рязанцы смотрят не только под ноги. Даже те, кто спешат на работу, волей-неволей обращают внимание на благоустроенность центральных улиц Рязани. Тысячи цветов с начала весны расцвели на клумбах, обустроенных по всему городу. Сегодня было высажено очень много цветов. Как вы считаете, правильно украшать город или нет? Да, конечно, правильно. А почему? Ну, чтобы красиво было, чтобы радостно было ходить. Когда цветов много, настроение лучше. Ну, потому что красиво. Очень хорошо город преображается. Вы сумеете. А почему? Красота просто спасет мир, сами знаете. Потому что это радует глаз, дает хорошее настроение людям. Просто украшает город. Вообще я рязанка. Приехала сюда из Севастополя. И мне очень приятно, что в Рязани, по крайней мере, на центральных улицах, так все прекрасно оформлено и выглядит отлично. Но украшать Рязань могут не только городские службы. Местные жители также прикладывают усилия к созданию благоприятной атмосферы вокруг себя. В Нижнем городском саду существует целая клумба, за которой ухаживает всего один человек. Елена работает на детских аттракционах в самом парке. Клумбу она начала создавать еще пять лет назад. Хотелось вокруг себя сделать красивое, чтобы было. Потому что живем среди асфальта, зелени нам не хватает. Ну, а тем более ярких красок. Клумба создавалась с нуля. Землю для нее приходилось привозить, так как почва в самом городском саду для растений практически непригодна. Сейчас на клумбе около 60 цветов. Жасмин, аквилегия, гортензия, спирея, гехеры. Много разновидностей роз и хризантем. Здесь даже растет японская айва и обыкновенная вишня. А вот пальма, к сожалению, не прижилась. Да, так растения все здесь какие-то интересные. Потому что они из других стран прибыли, но тем не менее прижились вот в нашем климате. Цветы на клумбе с каждым годом продолжают разрастаться. И чтобы освободить место, Елена раздает их всем желающим. Но, к сожалению, всегда найдутся и те, кто возьмет понравившееся без спроса. Из-за них в первый год с клумбы пропало много роз, и их количество пришлось резко сократить. А по словам посетителей парка, некоторые выносят понравившиеся саженцы мешками. Но Елена не унывает и продолжает облагораживать свою клумбу. В этом нелегком деле помогает дочь. А порой помощь приходит совершенно с неожиданной стороны. Люди, которые неравнодушные, тоже какие-то растения принесли. С кем-то мы поменялись. Кому-то я вот в дар отдаю много чего, потому что я приглашаю даже консулета жителей. И раздаю тоже растения. К сожалению, от прохожих страдает не только клумба, но и стена за ней. Обычно ее раскрашивают граффити. И Елена своими силами закрашивает эти художества. Сил на поддержание такой красоты уходит много. Но оно того стоит. Я считаю, этого и тут достаточно. Маленький уголок, пусть он уютный будет, и привлекательный в этом парке. Потому что люди проходят, уже равнодушными не остаются, останавливаются, фотографируются. Своим примером Елена доказывает, что сделать Рязань красивее могут не только городские службы. От самих людей тоже многое зависит. Ведь даже один уголок в огромном парке способен подарить множество положительных эмоций. Это были только те добрые новости, которые я успел вам рассказать. Город живет, и доброта происходит вокруг вас каждый день. Присмотритесь. Может, это происходит прямо сейчас. А у меня на этом все. Просыпайтесь вместе с городом, и тогда выходные точно пройдут на отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова